Ни одно крупное событие в стране не проходило без участия президента Российской Академии Наук. То есть всегда Российская Академия Наук выступала как бы экспертом перед принятием тех или иных решений. Прорабатывала программы, готовящиеся решения, готовящиеся. И поэтому то, что тогда выходило, оно было продумано с разных точек зрения. К сожалению, последние 20 лет такого участия в принятии решений Академии не принимает. Она немножко отодвинута от этих процессов. Но у меня такое ощущение, что это все должно вернуться. Потому что научная проработка людей, которые всю жизнь занимаются наукой, под наукой можно подразумевать и системный образ мышления. Потому что без системного образа мышления трудно делать какие-то открытия. Но этот системный образ мышления, он помогает вообще и в повседневных делах, и в стратегических проработках, и в анализе ретроспективы. Поэтому должно вернуться. То есть здравый смысл показывает, что это должно вернуться. Ну и потом это была как бы наша особенность, нашего государства. Вот такое тесное участие. Потому что за рубежом как бы я не помню такой тесноты общения, как это было между руководством Академии, руководством страны. Смена поколений, некоторая деградация системы образования, мизерная зарплата молодым ученым, аспирантам. Все это подорвало, так сказать, желание молодых выпускников, вузов идти в науку. Ну, просто не просуществовать. Тем более, если человек еще и завел семью, то, конечно, ту зарплату, которую сегодня в науке, прожить невозможно. Поэтому идут наши специалисты на расхват, идут и госпромы, и нефтяные организации, и проектные организации. То есть, вообще говоря, никто без работы не остается. То, что касается вот именно нашей специальности, то так получилось, что Тюмень стала городом-лидером в нашей науке. Почему? Потому что у нас, как бы, здесь все есть. У нас есть вузы, у нас есть кафедра, специализированная по креологии земли, у нас есть академический институт, преуспевающий, так сказать, который сразу попал в первую категорию, по первым же оценкам. И самое главное, что ребята идут на нашу кафедру. В целом, на нашей кафедре учатся ребят больше, чем на всех остальных кафедрах России вместе взятых. Их немного, но и у нас все равно больше, чем везде. Это МГУ, это Якутский университет, и только-только вот год, как начала работу, кафедра красивой земли в Московском геогазоточном университете и МГУ. Спасибо. Спасибо.